Живая музыка, красная ковровая дорожка, восторженные зрителей, даже необходимый минимум звездных гостей. Накануне в столице Чувашии стартовал седьмой международный кинофестиваль. Чебоксарцев ждет пять синемовечеров с просмотром конкурсных лент, а также спецпоказы с подборкой лучших отечественных фильмов. На церемонию открытия побывал наш корреспондент Надежда Андреева. Проход гостей по красной дорожке и сразу в кинозал. Организаторы решили не затягивать церемонию открытия лишним пафосом. Тем более, что желающих посмотреть умное кино в этот вечер собралось немало. Мы стараемся, конечно, наших сотрудников отпускать с работы, и они с удовольствием идут на этот фильм. Я хотела бы посмотреть, я думаю, что это исторический фильм будет и очень интересный, товарищ Сталин. Я думаю, что с современной точки зрения, с открытия новых архивов, это, думаю, будет фильм поучительный. Программный директор фестиваля Сергей Лаврентьев отмечает. Собирать жюри становится проще. Это неплохой показатель, считает кинокритик. В этом году жюри возглавил известный режиссер Глеб Панфилов. И даже не пришлось его долго уговаривать. В Чебоксар он приехал вместе с супругой Инной Чуриковой. Говорит прежде всего о том, что репутация фестиваля в Чебоксарах, в нашем кинематографическом сообществе растет и растет, и уж выросло вот уже даже до Глеба Анатольевича и Данины Михайловны. Для организатора фестиваля приезд Панфилова – двойная удача. В Чебоксарах он отметит юбилей. Несмотря на то, что в Москве есть много желающих поздравить его с круглой датой, от праздного дня рождения он решил оригинально – в провинции. Все-таки кое-кто приедет. Самые любящие приедут сюда. Во всяком случае, наш сын Иван приедет. И наши друзья приедут сюда. Режиссеры Борщевские. Вот и еще, надеемся, было. Первый раз 80, понимаете. Страшно. Я эту цифру называю, а внутренне во мне так все, знаете, потрясается. Теперь еще все впереди. Потрясается. В этом году в рамках фестиваля сразу два конкурса. В первом участвуют игровые фильмы, где соревнуются опытные авторы. Во втором – национальные киностудии. Там 13 картин, созданных в российских регионах. Еще одно новшество седьмого фестиваля. Отдельный приз вручит блогерское сообщество. Семеро смелых, хорошо пишущих и неплохо разбирающихся в кино интернет-активистов будут оценивать работы наряду с основным жюри. Мы решили, что будет демократический принцип у нас. Мы не будем ни на кого давить. Не будет никаких сборищ, не будет никаких там специальных заседаний, кроме последнего финального. Единственной обязанностью каждого блогера является то, что он должен посмотреть все конкурсные фильмы для того, чтобы их просто оценить. Для открытия конкурсной программы организаторы выбрали картину Ларисы Садиловой «Она». Ее представляли сама режиссер и актриса Наталья Исаева. Сюжет фильма рассказывает о девушке Майе из Таджикистана. Майя приезжает в Москву вслед за любимым и оказывается брошенной. В первую очередь, чтобы мы все понимали, что в первую очередь мы люди. А потом мы уже мигранты, учителя. Если смотреть на сегодняшнюю ситуацию в мире, то каждый четвертый в мире мигрант. Можете себе представить? И картину ко мне подходят зрители не только из Таджикистана, не только, а и из Украины, и из Белоруссии. Говорят, да у нас то же самое, и у нас такая же ситуация, и русские те же самые. Закроется кинофестиваль 24 мая. Традиционным вручилием статуэток «Золотая они». Режда Андреева, Павел Рядков, Вести Чебокса.